Для чего в человеческом организме нужен кальций? Знали ли вы о том, что вся костная ткань и зубы состоят из кальция? В этой статье мы говорим о кальциевом обмене в организме человека. Вы узнаете, для чего нужен этот важный микроэлемент и как предотвратить его дефицит. Также мы разберем суточную норму и откуда получить кальций в наиболее доступной для усвоения форме. Для чего нужен кальций? Основным назначением кальция является его строительная функция. Кальций участвует в сокращении мышечной ткани. Судороги и слабость мышц может быть вызвана острой нехваткой кальция в организме. Это обусловлено передачей нервных импульсов в центральной нервной системы, которая тоже нуждается в этом минеральном веществе. В связке с другими макроэлементами кальций регулирует давление крови. Еще кальций воздействует на клеточные мембраны, делая возможность лучше проникать сквозь клетку, когда доставляются питательные элементы. Плюс к этому кальций укрепляет соединительные ткани клеток, укрепляет иммунную систему, участвует в переваривании пищи, образовании слюны и многом другом. Мы лишь рассмотрели основные его функции. Причина дефицита кальция. Кальций в организме может находиться в свободной и связанной форме. Для поддержания уровня кальция в крови организм готов забрать связанный кальций в ионной форме из костей, скелета и зубов, где его содержание приближается к 99%. Поэтому нужно не допускать отсутствия кальция в крови. Для этого нужно понимать причину дефицита кальция у современного человека. Внимание! Главной причиной дефицита кальция у современных людей являются особенности традиционной пищи, из которой просто забирают кальций. Как забирают кальций из пищи? Все просто. Ряд продуктов теряет кальций путем термообработки. При обработке любого продукта, содержащего кальций выше 65 градусов, кальций трансформируется из органической формы в неорганическую. Этот кальций не является полезным для организма, а наоборот такой кальций нерастворим в воде и накапливается в виде известковых бляшек, засоряющих сосуды. Это вызывает многие заболевания при регулярном употреблении таких продуктов. Что это за продукты? Это сахар, все мучные изделия, например, макароны, крупные изделия и, конечно же, молоко и молочные продукты. Да-да, именно молоко. Кальций в молоке не усваивается должным образом. Если кратко, эффект от молока – это вымывание кальция из суставов, а также появление диабета первого типа. Примером этому служат Индия и Финляндия. Более подробную информацию о молоке мы рассмотрели в другом нашем видео. Полученный путем термообработки неорганический кальций совместно с окисленным холестерином, а также токсинами белков животного происхождения приводит к образованию устойчивых соединений, откладывающихся по всему телу, например, в суставах, и вызывают проблемы с опорно-двигательной системой, сколиозы, артриты. Кстати, сахарный диабет первого типа тоже связан с нехваткой кальция в организме. Где взять кальций и суточная потребность? Дефицит кальция в организме легко устранить путем употребления в пищу необработанных термически живых растений. Этот элемент содержит все зеленые листья. Это проростки бобовых и зерновых, водоросли хлорелла и спирулина, разнообразные травы, овощи и фрукты. Взять кальций можно также из препаратов Кораллового клуба. Например, это вода с Коралл Майнд и Микрогидрин Плюс. Это не просто реклама. Некоторые препараты Кораллового клуба получили Нобелевскую премию за их пользу. Мы обязательно расскажем об этом в более подробно в следующем видео. Вы можете зарегистрироваться в Коралловом клубе по ссылке ниже. На нашем сайте приведен перечень продуктов растительного происхождения, где указано содержание кальция на 100 грамм продукта. Обратите внимание, что в коровьем молоке содержится всего лишь 120 миллиграмм на 100 грамм продукта, в то время как кунжут содержит 15 раз больше кальция – 1500 миллиграмм. Лидером по содержанию кальция являются семена мака. Но мака употреблять не рекомендуется лишь из-за содержания в нем наркотических компонентов, которые вызывают зависимость. Поэтому рекомендуется употреблять семена кунжута. Следует знать, что если не размолоть кунжутное семя в кофемолке, то усвоения кальция не будет, и он выйдет из организма в исходном виде. Особое внимание стоит уделить водоросли хлорелле – это водоросль просто кладезь питательных микроэлементов, так необходимых для человека. Зеленые коктейли. Особую привлекательность могут нести зеленые коктейли из зелени и фруктов. Например, приготовить зеленый коктейль можно путем измельчения листьев шпината или крапивы в блендере вместе с небольшим количеством воды, после чего эту жидкость нужно процедить и добавить по вкусу необходимые фрукты, как, например, грушу или яблоко. Вы можете делать различные рецепты и экспериментировать над вкусом. Следует учесть, что кальций усваивается в связке с другими микроэлементами. В книге «Самолечение травами на дому» написан такой рецепт получения кальция. Цитирую. Одной из действенных формул получения кальция путем травяных зеленых коктейлей является сочетание в пропорциях 6 частей хвоща полевого, 4 части корня окопника, 3 части овса и 1 части лабелия. Хвощ полевой дает чистый кремний. Человеческое тело в состоянии произвести молекулярное преобразование кремния в ассимилируемой кальций. Для этого есть ряд минералов в окопнике, которые ускоряют преобразование. Итак, заключение. Вся наша костная система служит хранилищем ионного кальция, и организм должен постоянно выделять кальций из костей для расщелачивания крови. Это обусловлено традиционным типом питания, который закисляет наш организм. Это недопустимо, так как все среды нашего организма имеют нейтральный PH. А бактерии и паразиты любят кислую среду. Множество проблем вызывает термическая обработка продуктов, богатых кальцием. Из-за этого кальций формируют нерастворимые соединения, которые носят название анионы. Лечение многих заболеваний как раз связано именно с выведением из организма этих анионов неорганического кальция. А на этом все. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok